Музыка Культура относится к разряду тех феноменов, роли значения которых огромны на всех этапах развития общества, во всей эпохе, у всех народов. Особенно возросла роль культуры в современных условиях. Трудно найти иную отрасль, которая оказывала бы столь значительное влияние на настроение людей, их восприятие мира и окружающей действительности, на все, что человек делает. Культура сегодня – это и лицо каждого региона. Именно она формирует уникальность, неповторимость, самобытность края в общероссийской и мировой культурной среде. Именно поэтому 2014-й объявлен в России годом культуры, а значит большой плодотворной работой, включающей интересные творческие акции, ремонт учреждений культуры, совершенствование материально-технической базы. Лобинская земля – неповторимый облик города, очарование южной природы. Все это неиссякаемый источник вдохновения для творческих людей. На сегодняшний день культура и искусство Лобинского района живут полноценной жизнью и развиваются. В этом заслуга всех талантливых людей – музыкантов, художников, артистов и концертных организаций, библиотекарей и работников музеев, педагогов учебных заведений и участников коллективов народного творчества, руководителей органов и учреждений. Тех, чьи имена широко известны, составляют цвет культуры Лобинска и тех, кто делают первые шаги в прекрасный, завораживающий мир искусства. В Лобинском районе имеется значительный культурный потенциал, объекты культурного наследия, искусства и художественного образования, квалифицированные кадры. Сеть учреждений культуры района составляет 25 клубных учреждений, 25 библиотек, музей истории и краеведения, две детские школы искусств, центр досуга и кино-восход, выставочный зал, районный организационно-методический центр. Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждения, является кадровый ресурс. Именно специалисты отрасли культура призваны сохранить в обществе те ценности, которые позволяют жить, надеяться, творить и развиваться. На сегодняшний день в учреждениях клубного типа работают практически 400 человек, по 17 из которых имеют звание заслуженный работник культуры Кубани. В 2013 году впервые учреждены денежные гранты главы района для поддержки лучших культработников. Заведующий отделом Лобинского культурного центра Кирилл Кучарук занял второе место в краевом конкурсе профессионального мастерства работников культуры «Лестница успеха-2013» в номинации «Профессионал». Самодеятельные художественные коллективы создают славу города не только в крае, но и в стране, являются гордостью лобинчан. Нужно отметить, что в Лобинском районе действует 18 творческих коллективов художественной самодеятельности, которые гордо носят звание «Народный» и «Образцовый». Большим стимулом и поддержкой клубных формирований является участие в районных, зональных и краевых смотрах и фестивалях. Ежегодно более полутора тысяч человек доказывают свое мастерство в различных конкурсах. Традиционная культура – важнейшая составляющая духовного и культурного пространства любого народа. Основа формирования национального самосознания. Это широкое понятие включает народные традиции, обряды, праздники, ремесла. Оно подразумевает также занятие людей любительским творчеством в его традиционных формах – народной песней, музыкой, танцем, поэзией и декоративно-прикладным искусством. В Лобинском районе важнейшую роль в деле сохранения и развития традиционной народной культуры играют культурно-досуговые учреждения, методический центр, народное отделение учреждений дополнительного образования. В учреждениях культуры района оформлены музейные комнаты, которые постоянно дополняются новыми предметами старины – ручниками, ручной работы, костюмами. Материалы помогают собирать старожилы, станиц и хуторов, а также оказывают помощь в оформлении выставок, школьники, жители поселений. Активное включение детей и молодежи в сферу восстановления народных традиций также говорит о целенаправленной перспективной методике по воспитанию позитивного отношения к местным культурным традициям. Сохранение развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народно-художественных ремесел, самодеятельного творчества, демонстрация лучших работ, открытие новых имен, талантливых мастеров является одним из важных и необходимых. Районным организационно-методическим центром собирается и оформляется информация о наличии репертуалей коллективов художественной самодеятельности в учреждениях культуры, о мастерах и умельцах города и района. Ведется работа, способствующая поиску и созданию базы данных о самобытных народных традициях. Перенять их можно лишь побывав в настоящей историко-этнографической экспедиции и пообщавшись в живую с самими носителями этой культуры. Живое общение позволяет проникнуться духом казачества, жизнью станичников, перенять бесценный опыт и оценить все богатство культурного наследия. Каждая экспедиция – это открытие новых имен мастеров прикладного творчества. В целях пропаганды традиционной народной культуры, сохранения фольклорных традиций, поддержки творческой активности населения края проводятся различные фестивальные мероприятия. Учреждения культуры Лобинского района принимают в них активное участие. Традиционно в мае гостеприимная станица Атамань приглашает всех желающих приобщиться к казачьей культуре. Творческие коллективы района и мастера декоративно-прикладного искусства принимают участие в фестивалях однокомплекса. На всей территории Атамани разыгрываются сцены из давно минувших дней. Казаки и казачки принимают гостей с кубанским гостеприимством, гуляют в ярмарке. На территории Лобинского подворья действует выставка декоративно-прикладного искусства, представленные доспехи и оружие средневековых воинов. Здесь же любой желающий может научиться создавать своими руками глиняную посуду. Помогает в этом лобинский мастер по гончарному делу Анатолий Штанько. Каждый удивляется, что из куска глины получаются настоящие шедевры. Семья Шевченко – постоянные гости Атамани. Их работы всегда поражают своей красотой и неповторимостью. Алла Ивановна нередко проводит мастер-классы и открытые уроки по обмену опытом. Владеет огромным количеством всевозможных техник. Не остаются равнодушными к работам Татьяны Ткаченко, мастера декоративно-прикладного искусства Кубани. Татьяна Григорьевна с удовольствием делится опытом на мастер-классах. Она автор множества статей по народному творчеству. Ею были разработаны программы для дополнительного образования детей и для старших классов общеобразовательных школ, которые успешно использовались с целью возрождения народных ремесел на Кубани. Татьяна Григорьевна победитель краевых и всероссийских профессиональных конкурсов. Она постоянно находится в поиске новых приемов обработки, пробует сочетать в своих работах самые разнообразные материалы и как можно чаще экспериментирует. Только тогда можно в полной мере испытать настоящую творческую радость. А все, что мастер любовно делает своими руками, доставляет окружающим непередаваемое ощущение встречи с рукотворной красотой. Ламбинский ансамбль казачьей песни «Забава» – постоянный гость Атамани. Этот коллектив – многократный дипломант и лауреат краевых и районных фестивалей и конкурсов. Участник проекта «Горячая десятка казаки фэм», финалист краевого музыкального конкурса «Ик селу и городу», дипломант краевого фестиваля хоровых коллективов. Активное участие в мероприятиях этнографического комплекса принимают творческие коллективы Центра культуры «Досуга» Станицы Владимирской. Диплом лауреатов в призовые места они получили в фестивалях «Кубанской кухни» и «Сала», «Гарна молодычка», «Атамань свадебная», «Радуга семейных талантов», «Легенды Тамани» награждены сертификатом за участие в установлении рекорда России «Самое большое ласкутное одеяло». На протяжении многих лет на Кубани проводится краевой фестиваль детских фарклорных коллективов «Кубанский казачок». Он стал одним из заметных событий культурной жизни нашего края. Это праздник национального искусства, его главные действующие лица – дети, словно чистые ручейки, сливаясь воедино, наполняют полноводную реку народного творчества. Ежегодно детские фарклорные коллективы Лабинского района принимают активное участие в фестивале и завоевывают призовые места. Не секрет, что культура – основа общественной жизни. Именно поэтому от качества этой важной сферы во многом зависит развитие общества. Нам, лабинчанам, повезло – богатое историческое и духовное наследие оставили наши предки. Из былых веков до сегодняшних дней дошли традиции праздников, ярмарок, гуляний. Жизнь не стоит на месте. С каждым годом культурные традиции Лабинского района дополняются современными идеями, осваиваются новые проекты, бережно сохраняются традиции. И все это для того, чтобы культура и дальше развивалась, становясь с каждым днем более интересной и доступной. На сегодняшний день наших творческих людей знают далеко и за пределами края. А это настоящее признание. Именно поэтому можно с уверенностью говорить – нам есть чем гордиться.